Добро пожаловать! Добро пожаловать! Проводят консультацию, ведутся до года. В грязи появился директор фирмы «Паркмар». Директор фирмы нам улыбается. В этом году пробовали очень много гибридов перца. Было интересно посмотреть, как в сибирских условиях пойдет их развитие. Перед вами перец «Тавиньяна» гибрид. Биологической спелостью он желтый, кубовидной формы. Смотрите, какие красивые крупные плоды. Часть перчиков, которые только-только приобретают биологическую спелость, мы еще на недельку оставим. Приятно собирать такие перчики толстостенные, крупные, красивые. Ну, прелесть прямо. Так. Когда убираешь такой урожай, конкретно задумываешься, что не зря выращивал сам рассаду, ухаживал за растениями. И они вам дарят урожай. Вы знаете, чем подкармливали данные культуры. И они вдвойне вкуснее, сладше, питательнее и полезны для здоровья. Ой, сейчас я какой большой перец-то достану. Вот, смотрите, сумасшедший перец. Вес перца где-то 250 грамм. Убираю его с весов и кладем другой перчик. 200 грамм. Третье. 250 грамм. Этот потяжарей должен быть ближе к 300 граммам. И этот поменьше. 150 грамм. У нас получился средний вес перца где-то 200 грамм. Самый крупный 250 грамм. Это очень хороший вес. Перец толстостенный. Вот такую имеет форму. Данный гибрид перца Тавиньяна. Фасовка была агрофирмы Партнер. Для сибиряков я вполне могу его рекомендовать. Он у нас получился раннеспелый. Успевает созревать на кустиках. Поэтому в следующем году обязательно его посадите у себя на садовом участке. Перед вами гибрид перца Магна. Биологической спелости. Он оранжевый. Кубовидно удлиненной формы. Толстостенный перец. На кустике очень много крупных плодов. Рядом с гибридом перца Тавиньяна я посадила два кустика гибрида под названием Партнер. Упаковка той же самой агрофирмы Партнер. Перец кубовидной формы. Толстостенный. Красный. Наблюдая за ним и сравнивая с гибридом Тавиньяна, я заметила, что он по срокам созревания чуть-чуть позже. Но уже приобретает биологическую спелость. Еще хочу обратить внимание на такой момент, если кто-то из садоводов увидел, такой вот небольшой налет на перцах и на листьях. Мы их ничем не обрабатывали. Просто шлем строительной работы рядом с теплицей. Окна были открыты. Вот эта пыль осела на перцах и на листьях. Не предусмотрели вот такой вот момент. Так, срываем перчик под названием Партнер. Красивый перец. Так, это Умжа. Мне очень интересно понаблюдать за различными сортами и гибридами перца. И я каждый год высаживаю всего два кустика одного сорта или гибрида перца. Так, это я тоже удаляю. Тоже удаляю. Сегодня будет переработка их или сушить будем. Посмотрим. Зеленые перчики мы еще оставим. Сейчас у нас теплая осень, бабье лето и на кустиках перчики еще успеют доспеть. Теперь проверим вес перца. Возьмем самый крупный плод. Так, 200 грамм. Где-то 150 грамм. Тоже, наверное, 150. Ну, 120 где-то. Так, 100 грамм. И еще один перчик. 200 грамм. Средний вес. 150-200 грамм. В принципе, перчики чуть поменьше, чем предыдущий гибрид тавиньяна. Количество завязавшихся плодов практически одинаково, что на тавиньяна, что на гибриде партнер. Можно тоже рекомендовать их выращивать в Сибири. Перед вами гибрид перца Монтера. Семена брали с пакетиков агрофирмы Партнер. Смотрите, какой большой перец. Его надо было убрать с кустика для того, чтобы другие перцы на данном кусте приобретали биологическую успелость. Данный перец сдерживал развитие остальных перцев. Перец очень красивый. Удлиненная форма, с тупым носом. И вес у него будет большой. Проверим сейчас. Ой, какой он большой. Убираем его с куста. Боже мой. Я вообще за несколько лет первый раз снимаю такой огромный перец. Давайте поглядим, какой же у него вес. И проверяем вес. Раз, два, три. Где-то 320 грамм. Сложу вот так, чтобы вам было видно данный плод со всех сторон. Раз, два, три. 320, 330 грамм. Вот так вот. Другая сторона. Вот так он выглядит. Слушайте, прямо за гляденье. Многие советуют, скажут, купил в магазине и положил на весы. Увы, вы сами видели, как я его сейчас срывала именно с кустика. Выращивая вот такой перец, душа радуется. И появляется стимул выращивать новые гибриды сорта овощных культур. Хочу обратить ваше внимание на другой гибрид перца. Алар. Фасовка семян агрофирмы Партнер. Биологическая спелость данного перца насыщена оранжевого цвета. Очень красивый перец. Мы его давно уже кушаем. Сладкий, сочный, кубовидной формы, толстостенный. Успевает у нас Сибирь созревать. Поэтому смело рекомендую сибирякам выращивать его у себя на садовом участке. Проверяем вес. Самый приятный момент, это, конечно, уборка урожая. Как солнышко. Оранжевый, прямо насыщенный цвет перца. Так. Удаляем. С двух кустиков. Я уже говорила, что у меня в теплице по два перца разных гибридов. Так, это малюсенький. Ничего страшного. Здесь мы уже удаляли урожай. Это остатки перца. Так, смотрим. 200 грамм. Так, где-то 150-200 грамм. Еще перчик. Средний вес. Перца где-то 200 грамм. Это хороший вес. Перед вами томат черри краски. Брали семена из упаковочек агрофирмы Партнер. Мы посадили всего два кустика томата. Вели их в два стебля. Смотрите, один, второй стебель. Здесь другой куст. Тоже один и второй стебель. Вполне можно было у себя посадить в теплице всего один кустик данного гибрида. Потому что, смотрите, какие длинные кисти. Многочисленное количество плодов. Где-то около 30 грамм каждый плод. Изумительно сладкий томат. Для ребятишек это замена различных конфет, шоколадок. Очень сладкий. Поэтому рекомендуем садоводам в следующем году обязательно посадить гибрид черри краски. Сейчас у нас конец сентября. Он еще вовсю плодоносит. Но мы уже устали от урожая. И пора теплицу готовить к следующему сезону. Это одна кисть. Здесь мы срывали вторая кисть. Здесь еще кисть. Вверху стебля во все идет плодоношение. Сладкий какой. Хорошо пойдет для консервирования. Для оформления блюд. Удачи вам. Экспериментируйте. Пробуйте. Это очень интересно, увлекательно. Я вам желаю всегда быть с урожаем. С настроением. Наблюдать за растениями. И собирать вот такие крупные, красивые, полезные плоды. Удачи вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!